Сейчас у нас 10 часов утра по Москве и очередной регулярный вебинар, на этот раз посвященный на тему, что нового у нас появилось в Тимцентре 10. В Тимцентре 10.1. Докладчиком будет выступать Седойкин Алексей, я и буду мне помогать, а я очаровать нас, и ведущая Женя. Тема, что нового появилось в Тимцентре 10.1, достаточно большая, формат времени у нас ограниченный полтора часа, поэтому я отобрал ближе, на мой взгляд, самые основные моменты, которые появились в Тимцентре нашей новой версии. И начнем мы, наверное, с вами, я думаю, поэтапно с установки, что появилось нового в процессе инсталляции Тимцентра и какие новые моменты появились в его обслуживании. Ну, первое, что Тимцентр 10.1 сейчас поддерживает операционную систему Windows 2008-2012. Мы обеспечиваем полную поддержку катакола IPv6. Java теперь не идет в комплекте с Тимцентром. И у нас появились некоторые улучшения, связанные непосредственно с использованием конфигуратора Тимцентра. Ну, первое, что мы, используя Тимцентр Inline Manager, конфигуратор Тимцентра, можем, так скажем, в более простой облегченной форме создавать клоны для уже существующих установок Тимцентра. Это полезно для ситуации, когда необходимо что-то протестировать, опробовать новый функционал. И процесс создания новой установки, создания клона боевой установки, облегчен до минимума, где порядка 10 шагов. И вы получаете второй, третий Тимцентровский сервер, который будет эквивалентен той боевой базе, которая есть у вас на производстве. Тимцентр 10.1 и его конфигуратор позволяют нам создавать так называемые компактные дистрибутивы Тимцентра. Если в классическом представлении дистрибутив Тимцентра занимает порядка 4-5 ГБ, то, используя механизм создания компактных дистрибутивов, мы можем сжать этот размер, например, до 600 МБ. Это будет клиентская часть Тимцентра с интеграцией к NX и визуализаторам. Ну, согласитесь, это достаточно большой процент сжатия. И этот механизм удобно использовать при централизованной установке программного обеспечения на большом парке рабочих станций предприятия. То, чего хотели многие банджер-сервировки центра, построенные на базе технологии J2E, теперь может спокойно и непосредственно в процессе инсталляции регистрировать себя как системная служба Windows. То есть, если раньше у нас запускалась отдельная консольная команда, то сейчас у нас есть два варианта. Либо мы используем классическую схему с консольным окном, либо мы регистрируем банджер-сервировки J2E как системную службу Windows. Тимцентр, начиная с версии 10.1, теперь не поставляется вместе с Java. Java вы должны, виртуальную машину Java вы должны скачать, соответственно, с сайта Oracle. Требуется именно JRE, то есть необязательно скачивать большой по объему JDK. Достаточно JRE, и в зависимости от того, какую разрядность кип-центра мы используем, 64-битную или 32-разрядную, мы, соответственно, должны использовать ту или иную виртуальную машину Java. Забегая вперед, хочу сказать, что кип-центр 10.1 — это последняя редакция кип-центра, которая выпускается в формате 32-битной версии. Будет ли в ТЦ какой-нибудь внутренний инструмент по распространению клиентов в ТЦ на ПК-пользователи? Он есть, он называется сервер-дистрибьюция кип-центра. Я в конце смогу время, если останется, более детально рассказать. Такой инструмент есть. Что нового в администрировании? Ну, если кратко, у нас улучшился интерфейс PMI-DE. У нас появились динамические списки значений. Мы можем с вами использовать технологию Multi-Field-K без программирования. Добавилось несколько системных утилит и различные улучшения по работе с настройками кип-центру. Ну, интерфейс PMI-DE стал более логичным. Если кто работал с предыдущими версиями кип-центра, помните то, что рабочие зоны бизнес-моделлера представляли себе такое большое длинное полотно, которое необходимо было все время прокручивать. В общем, это было не совсем удобно. Теперь интерфейс стал более компактным. Мы видим все непосредственно перед своими глазами, выбирая какое-то свойство, какой-то атрибут. Мы сразу же можем приступить к его тонкой настройке, не пролистывая, что называется, простыню вверх-вниз и, в общем-то, с риском того, что мы забыли, что мы хотели сделать. Дерево проекта бизнес-моделлера теперь может быть представлено в виде одного такого глобального большого списка вложений, который позволяет нам наиболее быстро подбирать то, с чем мы хотим сейчас работать в рамках настраиваемой или разрабатывая модели данных. Плюс это дерево проекта позволяет нам настраиваться следующим образом, мы можем скрыть то, те бизнес-объекты, которые нет у нас ни за нам. То есть максимально облегчить дерево, с которым мы работаем. У нас добавился единый мастер создания элементов модели данных и добавились механизмы глобального поиска по всему проекту модели данных. То есть нам теперь не надо конкретно указывать, что мы хотим искать, хотим ли мы искать какой-то бизнес-объект или мы хотим какой-то класс искать. Теперь файлы локализации у нас представлены не в виде одного единого файла, что было в принципе не очень удобно. Если проект в кастомизации большой, то вне зависимости от того, с какими мы элементами модели данных работаем, с бизнес-объектами, с наборами данных, со списками, локализационные значения, то есть русские значения каких-либо отображаемых параметров, с которыми работает пользователь, раньше по умолчанию они помещались в глобальный файл. В локализации то сейчас, в зависимости от того, какие у нас файлы расширения модели есть, то под каждый файл расширения модели данных у нас будет формироваться свой файл локализации. То есть если мы говорим о списках, то для списков будет свой файл локализации. Если мы говорим о наборах данных, то для наборов данных будет свой файл локализации. Продолжение следует... И таким образом просто облегчить работу с той моделью данных, которая сейчас у нас с вами перед глазами. Используя редактор UML, мы теперь можем не просто просматривать модель данных в этой нотации, мы можем непосредственно в контексте просмотра UML-диограмм и добавлять наши новые бизнес-объекты. В общем, так скажем, процесс описания модели данных стал еще более наглядным, стал еще более визуальным. Для бизнес-разработчиков были улучшены механизмы, связанные с импортом существующей модели данных, проинсталированные на ту или иную базу данных. То есть мы можем в случае чего, что называется, выкачать имеющуюся модель данных из сим-центра, и она будет открыта непосредственно в бизнес-рабочеке. При этом все файлы расширения и прочее, прочее, да, то, что облегчало работу с моделью данных, будут также непосредственно нам доступны. Плюс, если у нас с вами был потерян исходный проект модели данных, мы можем с вами восстановить ее, восстановить проект модели данных уже из упакованного инсталляционного пакета, который был нами создан. Для, так скажем, облегчения работы администраторов, даже не бизнес-разработчиков, а просто администраторов, появилась утилита BMID Package Template, которая позволяет нам в патч-режиме создавать установочные пакеты наших моделей данных. Это удобно, если мы можем использовать эти манипуляции по расписанию, например, ночью, создать те установочные пакеты модели данных, которые были, собственно говоря, созданы в течение дня нашим разработчикам. Редактор в бизнес-моделлере, XML-редактор, теперь поддерживает проверку еще и ошибок в синтаксисе моделей данных. Такое может возникнуть, если вы вносите какие-то правки в исходный код модели данных руками. В общем-то, теперь бизнес-моделлер поможет вам выловить тут такие проблемные ситуации, ну а-ля, как вы используете там Visual Studio или какую-то еще среду разработки. Какие еще произошли улучшения, если мы говорим в исходном коде бизнес-моделлере? Раньше, когда мы редактировали модель данных, используя графический интерфейс, то бизнес-моделлер добавлял, собственно говоря, описание модели данных в XML-каннотации. Ну, в общем-то, по своему, что называется, разумению. Вот как хочу, так и уставляю. Для него это все было понятно. Для людей, которые используют какие-то системы управления версиями исходного кода, или же им по какой-то нужде приходится редактировать исходный код модели данных руками, в общем-то, было не совсем удобно. То есть сейчас все эти манипуляции, которые пользователь выполняет над моделью данных, они уже будут записаны в исходные файлы модели данных в таком структурированном, понятном виде. А не разбросанных по телу исходных файлов. Получился механизм документирования модели данных. Мы теперь можем иметь большее количество настроенных, преднастроенных шаблонов, чем, например, в XML-каннотации 9.1, для оформления соответствующей документации по тем разработкам, которые мы ведем. Появились динамические списки. Динамические списки – это списки, значение, которое попадает на базе выполняющегося какого-либо запроса. Этот запрос может быть уже хранится в TeamCentra, или же вы можете этот запрос описать непосредственно в бизнес-разработчике. С моделью, применить на конкретные модели данных, применить на конкретному списку. Это удобно. Каждый раз, когда вы обращаетесь к какому-либо динамическому списку, TeamCentra делает запрос в базу данных и наполняет ваш список теми результатами, которые, собственно говоря, поисковый запрос выдал. Но уже в такой табличной списочной форме. MultifieldKey – технология, которая позволяет задать уникальность бизнес-объекта, например, какого-либо элемента, какого-либо айтема, по любому атрибуту, не только по айтем-айд. В старых версиях TeamCentra, чтобы подобный механизм реализовать, приходилось программировать. Сейчас вы можете без использования программистских подходов непосредственно на уровне модели данных сказать, я хочу, чтобы мой бизнес-объект, его уникальность определялась не свойством айтем-айд, а свойством айтем-нейм. То есть контролировать уникальность объекта не по динфикатору, а, например, по его имени. Ну и также, соответственно, мы можем задавать такие парные значения. Я хочу, чтобы этот объект, его уникальность определялась и номером, и именем. Улучшения некоторые по работе с параметрами. Думаю, все так или иначе обращались к настройкам TeamCentra, которых, дай бог памяти, на текущем, по-моему, больше 4 тысяч штук имеются. Соответственно, часть настроек у нас выведена в графический интерфейс. Здесь вы можете дайв-редактировать параметры, щелкая, кликая мышкой. Но сразу раньше возникал вопрос, а что же на самом деле за параметр скрывается, за какой-то опцией, например, отображать кнопку NX. Теперь, если вы подводите кнопку NX к какому-либо параметру, какой-либо опции, у вас появляется всплывающая подсказка, в которой, собственно говоря, указано, а что же это за параметры на самом деле. Соответственно, вы можете в дальнейшем редактировать его уже напрямую руками и задавать, например, выборочную для него область, видимо, сайт, группа или пользователя. Мы теперь можем сблокировать создание пользователями собственных параметров. Пользователь не может создать произвольно какой-то параметр в рамках области видимости пользователя до тех пор, пока такой параметр не будет объявлен администратором, например, на уровне группы или сайт, и явным образом не будет разрешена возможность переопределения этого параметра пользователем. Для облегчения внесения каких-то массовых правок в существующий объект, например, смены какого-то значения, смены какого-то параметра, появилась утилита attribute export и etc.xml import, которые позволяют нам произвести в режиме командной строки фоновое такое обновление, например, во всех айтемах и менять значение цветом с красного на желтый. Это удобно для внесения какого-то большого количества правок и просто обновления определенной информации на уровне большой базы для того, чтобы избежать ручного труда. Улучшились механизмы по работе с аудитом. Аудит-менеджер в центре 10.1 уже получил третью версию, третью редакцию. Какие основные задачи были в версии 3-менеджера аудит-маппера? Повышение производительности, возможность конфигурирования механизмов аудита на уровне бизнес-моделлера. Контроль доступа к информации аудита на основе политик безопасности и, так скажем, более обеспеченный, более дружелюбный интерфейс по работе с этой информацией. Итак, дотинг-центр 10.1. Информация об аудите, которую генерировал менеджер аудита версии 2, хранилась на томах. Частично записи были в томе, а частично записи в BD. То есть сейчас с версией менеджера аудита 3-й. Вся информация о тех событиях, которые происходят на уровне дип-центра, хранятся только в базе данных. Это повышение скорости, это удобство при обработке информации об аудите. И, в общем-то, так скажем, это больший контроль за тем, что происходит в дип-центре. Во-первых, теперь все стайл-шиты содержат дополнительные новые теги, которые также вы можете использовать для контроля за информацией, происходящей на уровне дип-центра над конкретным каждым объектом. Глубина фиксирования этой информации, собственно говоря, настраивается уже непосредственно администратору. Причем у нас есть какой-либо объект, и информация о событиях, которые происходят на этом объекте, группируются по определенным признакам. Например, для какого тайта мы можем фиксировать события на уровне workflow, следует фиксировать события просто на уровне редактирования этого объекта, на блокировке-разблокировке, и, соответственно, вся эта информация у нас появляется перед глазами в одном окне. Соответственно, степень детализации, глубину детализации мы с вами можем настраивать на уровне состава шутов, что мы хотим видеть, что мы не хотим видеть, на уровне непосредственно бизнес-разработчика, бизнес-моделера при описании каких-то новых, например, событий, которые должны быть фиксированы. Улучшение в интерфейсе, панель навигации TeamCentra, если мы говорим о речи клиенте, настраиваемая, мы теперь можем выборочно скрывать ненужные нам разделы, например, скрыть открытые элементы, скрыть раздел часто используем или хронологии, то есть, чтобы немножко облегчить интерфейс для пользователя. Соответственно, все, что мы с вами делаем, будет храниться в соответствующем параметре, который представлен на экране, и мы эти настройки можем с вами тиражировать для разных групп пользователей. Таким образом информация по аудите будет получена в ВД при переходе с 8.3 на 10.1. Есть соответствующие элиты, которые будут заниматься конвертированием данных аудита с соответствующих лог-файлов на томе в базу TeamCentra 10.1. И, к слову говоря, TeamCentra 10.1 позволяет существующие данные аудиты, которые были записаны классическим образом, называется «открывать и просматривать». Другое дело, что новые события будут писать только в базу. В стаилшитах, как я уже сказал, информация об аудите содержится, и она настраивается. Также эту информацию мы можем с вами выгружать в эксайд для последующей работы и анализа над ней. В стаилшитах также появились дополнительные теги, которые, например, позволяют сразу же посмотреть структуру, хранящуюся в том или ином объекте. Соответственно, пользуйтесь этими новыми вещами, пользуйтесь, и новым функционалом, это позволяет, так скажем, и облегчить работу, и сделать эффект максимально простым и понятным вашим сотрудникам. Новый тег в стаилшитах, который позволяет посмотреть, где что используется. Также есть по аналогии, где ссылается, то есть, соответственно, меньше дополнительных кликов и больше гибкостей настройки. Изменился мастер создания бизнес-объектов. Это теперь единое, так скажем, окно, которое поддерживает динамический поиск по типам объектов, которые вы хотите создавать, и еще позволяет фиксировать часто используемые вами бизнес-объекты. Оно полностью построено на стаилшитах. Для того, чтобы расширить окно создания новых бизнес-объектов, не надо прибегать, так скажем, к каким-то учреждениям, которые необходимо было сделать, например, в центре 8.3. Вы можете непосредственно редактировать стаилшиты, которые участвуют в описании процесса создания того или иного бизнес-объекта. Мастер сохранить как-то также претерпел некоторые изменения. Он стал, так скажем, более симпатичным, более простым. И сразу позволяет нам указать, как и что мы хотим с вами перенести из одной сохраняемой ревизии в другую. Процесс мастер создания наборов данных чисто визуально изменений не претерпел, но у нас появился новый список, который позволяет нам с вами контролировать, указывать, с каким отношением мы хотим вставлять тот или иной набор данных в наш целевой объект, будь то папка или ревизия. Улучшилось представление списков наших классических лобов. Во-первых, теперь значение списка, его описание, оно представлено, так скажем, в двух столбцах. Списки масштабируемые, мы можем их растягивать. И списки, с которыми работает пользователь в Тинцентре, они поддерживают динамический поиск по содержимому этого списка, неважно, статический он или какой-то еще. Пользователь сразу может в строке ввода вносить какое-то значение, и оно будет подбираться в списке, есть ли оно или нет его. То есть не надо постоянно там большое какое-то списочное значение пролистывать и подбирать то, что нам необходимо. Плюс поддерживается также сортировка по столбцам, по значению, по описанию. Появился еще в конце Тинцентра 9.1 новый клиент, он называется «Эхнифоркспейс». На юзер-группе я о нем говорил. Клиент, построенный на базе технологии HTML5, CCC3 и Google Web Toolkit. Клиент, подразумевающий под собой полное, действительно, как говорится, честное безустановочное использование. То есть система визуализации теперь, например, не требуется на рабочей станции пользователя. Визуализация графики идет на стороне сервера, и пользователь ее получает примерно в том же духе, как вы просматриваете ролики с YouTube. Дистрибутив Active Workspace клиента содержится, соответственно, в разделе Тинцентра 10.1, но только в 64-разрядной редакции. То есть если вы пойдете в 32-разрядную редакцию Тинцентра 10.1 на нашем FTP-сервере, то вы не увидите Active Workspace, только в 64-разрядной редакции. Удобный интерфейс, пальцориентированный интерфейс, поиск по базе данных, что называется, в стиле Гугла, в одну строку, использование ключевых символов, ключевых значений для максимально удобной, простой, гибкой выборки результатов. В общем-то, интерфейс, так скажем, это уже новая такая реинкарнация, новая веха привычного всем тонкого клиента. Максимально простой, улучшенный интерфейс, который вы также впоследствии можете кастомизировать под себя, используя Google Web Toolkit. Дополнительной лицензии нет, но необходимы именные лицензии на доступ непосредственно к самому тем-центру. Какие улучшения появились в бизнес-процессах? Во-первых, наши процессы теперь могут запускаться в асинхронном режиме, улучшился механизм просмотра текущих процессов, улучшился механизм ветвления и заимствования задач. Ну, соответственно, если говорить до тем-центра 10.1, наши все процессы выполнялись в текущей сессии пользователя, и если у нас с вами был какой-то большой, такой, так скажем, тяжелый хендер, который требовал определенных участников ресурсов, то у нас, соответственно, пользователю ему приходилось ожидать, когда закончится процесс установки. Прошу прощения, процесс работы до этого хендлера. А сейчас с синхронными процессами все ресурсоемкие задачи, которые выполняются в их рамках, они отбрасываются на сторону сервера и выполняются уже на стороне сервера. Пользовательский интерфейс, так скажем, ничем не блокируется, и сотрудник продолжает работу дальше. Если происходят какие-то события, там все завершилось успешно, или там получился какой-то отказ, например, документ нельзя конвертировать, там по определенным каким-то политикам, то, соответственно, мы получаем необходимое сообщение. Теперь при настройке либо самого процесса, самого шаблона процесса, либо при настройке задач, мы с вами можем уже указать, как этот процесс, как эта задача будет выполняться, либо в фоне, либо в фоне. Протоколируются все действия по умолчанию, которые происходили в рамках бизнес-процесса, мы либо фиксировали, кто подписывал, кто отклонял, когда это событие произошло. И опять-таки степень и глубина детализации настраивается уже на стороне бизнес-моделлера. И у меня был предыдущий вопрос, а можно ли совместно просматривать те события, которые проходили над бизнес-объектом, да, и, собственно говоря, те события, которые произошли в рамках прохождения этих данных по workflow, да, можно, вы конфигурировать сами, как хотите это видеть. Соответственно, всю хронологию, всю историю вы также получаете в речь-клиенте. Появился отдельный закладка, отдельный вид, который называется «История процессов». Туду протоколируется. Вы настраиваете, что вы хотите именно протоколировать, когда задача запустилась, как долго, например, она находилась в ожидании и какой-то комментарий в конечном итоге исполняющий эту задачу указал. Ситуация, когда процесс на каком-то шаге, что называется, ну, останавливается, там, например, люди разъехались в командировке и прочее, прочее, или же требуется, как говорится, воздействие сильной руки для того, чтобы принять там волевое решение. Раньше, вот, в ситуации, когда после задачи «ревью таск», было два каких-то там параллельных, две параллельные какие-то задачи, то в случае проталкивания процесса, да, его продвижения, результат был, так скажем, не всегда однозначный. То есть сейчас мы с вами при проталкивании, при выполнении промоут нашей определенной задачи можем уже, собственно говоря, указать, с каким решением мы ее проталкиваем вперед. Либо, например, утверждаем, либо отклоняем. Соответственно, и по определенной ветве пойдет в выполнение нашего процесса. Улучшился механизм взаимодействия наших с вами подпроцессов друг с другом за счет использования нового хендера, который позволяет нам контролировать, как в каком-то из подпроцессов ветвление было осуществлено для того, чтобы ветвление в подпроцессе оказало влияние на ветвление в родительском процессе. То есть если у нас в дочернем подпроцессе документы пошли по пути номер один, то, соответственно, в родительском процессе они также, например, должны идти по пути номер один. То есть это уже согласованные действия подпроцессов дочерних и подпроцессов родительских. Это улучшение и, в общем-то, достаточно удобно. Окно подписи. Там, где наши пользователи принимают решение, казнить нельзя помиловать. Теперь он доступен для расширения. Вы используете IT-кей для того, чтобы добавить необходимые вам какие-либо контролы, списки, новые кнопки и прочее. Процесс заимствования задач из пула ресурсов теперь улучшился. Вам необходимо лишь подключить инбокс. Вы получаете задачи, которые пришли, например, к вам в отдел и можете, что называется, в один клик забрать выполнение определенной задачи себе. То есть назначить себя исполнителем в рамках имеющихся у вас полномочий. Что улучшилось в управлении документом? Понятно, что интеграция с Microsoft Office продолжается, она становится все лучше и лучше, но вот что появилось действительно такое новое. Мы теперь можем использовать механизм подписи документов в формате PDF совместно с TeamCentrum. То есть у нас есть какой-то документ в акробатовском формате, у нас есть акробат-ридер, и мы хотим поставить туда нашу подпись, электронную подпись. Не путать с электронной цифровой пост, электронной подписью. Соответственно, мы используем с вами акробат, но мы сможем контролировать с вами непосредственно то, как у нас процесс подписания документа в акробате будет отражен непосредственно в TeamCentrum. То есть все подписи, которые мы сделали в акробат-ридере, они будут сохранены в TeamCentrum. Стайл-шиты, которые используются в Microsoft Office, теперь также настраиваемые. То есть мы можем максимально еще и видоизменить без дополнительного программирования интерфейс интеграции с Microsoft Office для того, чтобы сделать еще более простой и более понятным. Ну и вот непосредственно небольшой пример того, как мы с вами выполняем наше подписание. Есть какой-то PDF-овский документ. Я, прошу прощения, что-то слайд перепутал. Я выполняю команду «Подпись». Соответственно, у меня открывается привычный мне акробат. Я захожу в расшатку «Расширенная» и выбираю «Подпись документа». Соответственно, я могу здесь использовать какой-либо клише, перо для нанесения подписи на документ. Ну, то есть стандартный функционал акробата. То есть там может быть централизованный какой-то каталог, все, в общем, все то, что позволяет нам сделать это оба акробат. И я немножко буду перематывать, чтобы время сэкономить. И, соответственно, та подпись, которую мы с вами выполним в акробате, она отразится непосредственно в TeamCenter. То есть под этим набором данных с адобовским документом появится учетная запись того пользователя, который выносил эту подпись, используя акробат-ридер. Что получилось нового, что появилось нового в области системной инженерии? Что появилось нового в требованиях и прочем? Ну, если говорить глобально по работе с требованиями, улучшений достаточное количество. Ну, во-первых, упростился механизм ввода требований. Как внутри TeamCenter, так и из внешних источников, будь то Word или Excel. Мы теперь можем, так скажем, полноценно использовать веб-интерфейс по работе с требованием. Была улучшена работа браузера трассировки требований. Теперь появляется не в виде отдельного окна, а встраивается непосредственно в виде закладки на интерфейс речь клиента. Улучшились механизмы по сравнению требований друг с другом. И упростился механизм по взаимодействию с индексом. Если говорить о вводе информации, теперь TeamCenter позволяет нам импортировать не структурированные требования из Word и Excel документов. У нас появилась возможность осуществлять предпросмотр того, что мы хотим с вами импортировать. Также есть возможность редактировать входные данные, пришедшие к нам в формате Word или Excel, еще на шаге предпросмотра, прежде чем мы уже создадим структуру требований. Также будет улучшена интеграция механизмов обеда данных со сторонним системам управления требований со многим известным доступом. Требования, параграфы, разделы требований мы теперь с вами можем превентивно отсылать по почте, в частности через внешнюю почту, для ознакомления с конкретным параграфом, с конкретным разделом, скажем, человека со стороны. Единственное, что необходимо, чтобы TeamCenter сервер был доступен в сети интернет, и отсылая ссылку на конкретный раздел требования, пользователь получает ее и открывает непосредственно уже в своем браузере содержимое раздела содержимого этого требования. Улучшился механизм отображения в виде графа структуры требований и связи требований друг с другом и с целевыми документами, с элементами структуры. Теперь в браузере отношений все элементы, которые описывают структуру, еще и дополнительно пронумерованы. То есть мы не просто видим требования по массе, мы видим четко еще и порядковый номер. 2.1 требования по массе. На связях между требованиями и целевыми документами, например, требования по массе, ссылающиеся на голову сборки двигателя, мы можем еще дополнительно цеплять различные заметки, что может использовано быть в ходе согласования элементов конструкции при проведении каких-либо изменений и прочих. То есть нам теперь не надо дополнительные манипуляции проводить, мы сразу на связь между требованием и целевыми документами, мы можем повесить необходимый нам комментарий. А теперь требования, связь требований с целевыми данными или связь требований-требований отображаются не в отдельном окне, как я говорил, а в отдельной закладке, которую мы с вами размещаем на интерфейсе речь клиента. И можем, собственно говоря, делать все то же самое, что делаем с остальными закладками. Центр сворачивать, разворачивать и прочее. Удобно, экран не загромождается, все под рукой. С одной стороны структура требований, с другой стороны окно закладки. Видим, собственно говоря, с вами, что на что, куда ссылается. Заметки также, как я сказал, делаются просто. А что улучшилось еще? Мы теперь можем с вами в удобной форме сравнивать наши требования друг к другу. Была одна структура требований, появилась вторая структура требований. Собственно говоря, мы теперь можем сравнить, чем они друг от друга отличаются. И вот это различие в структурах требований в ДТЛ мы можем отдельным документом с вами сохранить для истории, для каких-то еще нужд. Ну, вот здесь, к примеру, у нас есть две структуры требований. И мы сейчас с вами посмотрим, как осуществляется этот механизм сравнения. Одна структура. И, соответственно, в соседних окнах, ну, стандартный классический интерфейс Варда, где мы можем сравнить с вами несколько документов. Соответственно, эти дельты мы с вами можем также сохранять в виде отдельного документа. Различие между той или другой структурой требований. Так, я вижу, звук пропал. Звук сейчас есть? Есть, да? Да, ага, окей, спасибо. Вот то, что я говорил, снимки. Это вам доступно. То есть мы идем по пути улучшения и улучшения изобилийти менеджера требований. Процесс создания требований, которые доступны в NX. Также интерфейс и мастера создания подобных требований были улучшены. Они стали, так скажем, более простые, более легкие, более логичные. И, соответственно, создать требования, которые будут непосредственно доступны из рабочей среды конструктора и будут контролировать его действия. Так скажем, создание требований подобного рода стало более простым и более понятным для пользователей. Ну и теперь непосредственно, если перейти к системной инженерии и созданию функциональных и логических схем, что у нас с вами произошло, какие у нас улучшения с вами произошли. Ну, во-первых, у нас улучшились механизмы предостроения функциональных и логических схем. У нас появился функциональный, удобный механизм отслеживаемости между структурами. Структурой, например, требований, функциональной структурой, логической структурой. И все это в одном, как говорится, окне. Мы можем посмотреть, какое у нас требование, какой привязан к нему элемент функциональной модели, как этот элемент функциональной модели на уровне логики работает, и в конечном итоге во что это выливается на уровне конструкции. А теперь, используя матрицу трассируемости, мы можем создавать связи между различными элементами требований, функциональными требованиями и элементами конструкции. Ну, и также была улучшена интеграция с симулям. Ну, первое, что да, как в TeamCentry 9.1, у нас была, используется среда Microsoft Visio для описания функциональных и логических схем, функциональных и логических структур. Но теперь мы не просто с вами используем Visio для того, чтобы нарисовать какую-то блок-схему и поставить ее в виде структуры. Теперь непосредственно элементы блок-схем Visio позволяют содержать в себе, что называется, атрибуты TeamCentry, которые доступны для редактирования, которые доступны для визуального представления на классическом вести Visio. Также мы теперь можем использовать различные темплейты, различные шаблоны для создания наших функциональных и логических схем. В чем мы можем задавать некоторую логику поведения нашим и функциональным, и логическим схемам. То есть, если у нас есть описание какого-либо универсального устройства, например, автопилота, его функциональная и логическая структура имеются, то в зависимости от контекста использования этих функциональных и логических схем этого автопилота, мы можем с вами менять некоторую логику его поведения, в зависимости от типа воздушного судна, на котором будет использоваться данный вид оборудования. Улучшился механизм, связанный с проверкой соответствия функциональных и логических структур друг к другу. Ну и также, например, параллельно с требованием. То есть, мы можем с вами убедиться, все ли требования связаны с функциональными элементами, и все ли функциональные элементы имеют у нас логическое описание их работы. Соответственно, это контроль, и этот механизм, он удобен для системных инженеров, предприятия для того, чтобы понимать всю картину в целом. Все ли, что требовалось, мы с вами описали, и как мы это с вами описали. Как я говорил, у нас теперь информация, начиная с требований и заканчивая реализацией непосредственно на уровне скульптуры изделия, мы можем с вами открыть необходимое количество структур, и выбор какого-либо требования автоматически приводит к тому, что все остальные элементы структуры, с которыми у нас была связь в рамках этого требования, и они будут автоматически подсвечены. То есть не надо никаких дополнительных кликов, не надо никаких дополнительных открытий графических представлений связи, и мы собираем сразу все на уровне структур, круг, перед глазами. При работе с матрицей трассируемости мы теперь сразу можем с вами создавать необходимые связи между, например, элементами структуры и элементами конструкторской структуры. Для того, чтобы сделать меньше дополнительных кликов, для того, чтобы меньше пройти от структуры к структуре. Соответственно, при работе с требованиями, при работе с конструкторными составами, при работе с функционально-экологическими структурами также массивы данных очень большие, и у нас появилась возможность фильтровать, что мы с вами хотим видеть конкретно в текущий момент времени. То есть мы можем скрыть какие-то требования второстепенного порядка, мы можем скрыть отображение связи между требованиями функциональной структуры, например, сразу хотим перейти к функциональной, к непосредственно структуре изделия. То есть, используя различные наборы фильтров, настраивая глубину фильтрации, мы с вами, собственно говоря, облегчаем процесс работы и наших конструкторов, и наших системных инженеров, которые есть на предприятии. Если говорить об интеграции с Simulink, в первую очередь улучшение произошло в сторону того, что мы при создании, при описании логических схем, описывающих работоспособность нашего узла непосредственно среди Simulink, можем, не переходя в Teamcenter, а находясь в Simulink обращаться к требованиям, обращаться к элементам структуры требований, обращаться к элементам функциональной структуры для связи определенных, описываемых вами в Simulink логических блоков. То есть, опять-таки, мы снижаем количество переходов между приложениями, между блоками. Вы используете Simulink, если это ваш основной рабочий инструмент. Вам достаточно, что называется, выучить 5-10 команд и, работая в Simulink, соприкасаться с теми данными, которые хранятся в Teamcenter и контролируются, что будет, если сейчас внесу какое-то изменение в логику работы этого устройства и на какие изделия это изменение отразится. Если говорить о взаимодействии между пользователями, между производственными площадками, то какое улучшение у нас произошло. Но у нас появился, я бы это, в принципе, говорил на юзер-группе, но так или иначе у нас появился briefcase-браузер. Среда, которая позволяет нам с вами обеспечить обмен данными между TeamCentrum и удаленными, например, подрядчиками, у которых TeamCentrum нет. Или же мы можем использовать этот механизм как механизм для резервирования нашего сайта, если там произошло какое-то физическое поведение линии связи, которое операторам не будет быстро устранено. Механизм, который позволяет нам упаковать необходимый набор данных, устраняющихся в TeamCentrum, единый, так скажем, архив, единый портфель. При этом мы выборочно настраиваем, какие данные мы в портфель хотим передать и с какими правами. То есть часть данных мы можем передать с возможностью редактирования, часть данных мы можем с вами передать с возможностью просмотра. И этим единым марсивом эта информация переходит либо нашему подрядчику, либо на удаленную площадку, где есть TeamCentrum, например, связь по мультипсайту была потеряна, там кабель оборвался. И эти данные просто-напросто импортируются либо в TeamCentrum, либо открываются в соответствующем приложении Briefcase Browser. И пользователь работает с этой информацией примерно в том же ключе, как если бы он работал непосредственно с Иннексом. Если говорить о поддерживаемых CAD-системах, пока это только Иннекс, но ожидается поддержка и остального спектра тех CAD-систем, которые поддерживает с нами TeamCentrum. Это и Катия, и SolidWorks, и прочее. Интерфейс Briefcase Browser так скажем, отдаленно напоминает интерфейс TeamCentrum. Обучение работе с этим приложением так скажем, минимальное. Всего-навсего открываем те пакеты, которые были выгружены из TeamCentrum в нем и выбираем инструменты, с которыми мы хотим работать. Например, открытие переданных состав изделия в визуализаторе или же, например, открытие переданных состав изделия в NX. Причем, передача атрибутов между TeamCentrum и той площадкой, где TeamCentrum нет, но есть только Briefcase Browser. Также поддерживается мы настраиваем так называемое мопирование, по-русски говоря, передача атрибутов между TeamCentrum и вашей удаленной площадкой. Все, собственно говоря, люди, работающие с Briefcase Browser, они заранее заполняют необходимые атрибуты необходимыми значениями впоследствии, которые будут импортированы в TeamCentrum. Как это работает? У меня есть какой-то состав изделия в TeamCentrum. Я хочу, чтобы для этого узла работу произвели где-то там на стороне. Например, домой какой-то подрядчику. Я непосредственно вот эту подсборку с правами на редактирование выгружаю ее в портфель или в этот архив Briefcase и говорю, что у нас в этом архиве, в этом пакете будут содержаться как кадовские данные, индексовские данные, там, GT и прочая различная связанная информация. И передаю этот пакет, этот архив любым доступным мне способом. По площади, там, такую вот. Затем я непосредственно уже открываю эти данные в Briefcase в браузере. Я вижу, переданный мне состав. И, используя кад-систему, я вношу необходимые изменения в ту подсборку, которая была мне передана. Затем я непосредственно сохраняю внесенные мною изменения в эту подсборку и передаю обратно моему заказчику. Он ее импортирует к себе и, соответственно, видит видоизменения, которое произошло уже после того, как я отработал и внес необходимые коррективы. Вот небольшое видео, как это работает. Вот у нас есть какой-то состав изделия с телефоном. Я, выполняя необходимые настройки, описываю, для какой удаленной площадки я буду ввести импорт этих данных. Непосредственно в Иннексе представлен мой телефон. Сразу забегая вперед, обратите внимание, здесь нету антенны. Просто есть телефон. И я, соответственно, сейчас выгружу часть этого телефона для того, чтобы мой удаленный подрядчик мог его, скажем, редактировать и видоизменить. Скажите, у всех проблемы со звуком? Есть проблемы со звуком? Сейчас мы выполняем с вами удаленную привычную всем блокировку. Окей. Ну, я просто смотрю, у некоторых людей проблемы есть со звуком. Очень жаль. Я выполняю удаленную блокировку, ну, так как примерно, если бы я использовал классический сайт. И говорю, я хочу выгрузить все это дело в briefcase. Все. На выходе у меня получится, соответственно, определенный архив с определенным именем, который будет доступен для работы моим удаленных пользователем. Здесь также я настраиваю то, что те данные, которые я хочу передать, хочу ли это передать право и произведу непосредственно им. Да, уважаемые слушатели, попрошу, если есть какие-то проблемы со звуком, вы мне сразу в чате пишите, он мне подглазами, и тогда сможем какие-то привитивные меры сделать. Все, сейчас непосредственно идет процесс выпуска этого briefcase. Я немножечко с вашего позволения так подматываю, чтобы это не затягивалось. Он у меня выгрузился, при этом элементы структуры, которые были выгружены в briefcase, на стороне центра блокируются, и их уже никто, как говорится, не тронет, не видоизменит. Выгруженные элементы структуры будут открыты в briefcase браузере, соответственно, будут переданы определенные права. Если посмотреть, то права переданы у нас на головное наше изделие и на некоторые подсборки. Непосредственно та геометрия, которая была выполнена на моем сайте, она передана только в режиме чтения и будет недоступна для редактирования. Я непосредственно уже из briefcase браузера открываю этот телефон. Меняется звук, может быть, что-то с трафиком. И я добавляю в NX, который открыл сборку пришедшую по briefcase и добавляю сюда антенну. хорошо. Спасибо за отзыв по звуку. Сейчас я с вами в оффлайн режиме вне тим-центра добавляю необходимую компонент антенну, заполняю необходимую атрибутику и сохраняю briefcase уже с учетом внесенной нами антенны. briefcase я сохранил и теперь я выполняю импорт этого архива с учетом того изменения, которое было выполнено на стороне подрядчика. Мы импортируем. Соответственно, мы выполняем разблокировку и если мы с вами открываем уже структуру ранее выгруженного нашего изделия, то мы видим, что там у нас и появилась антенна. То есть мы можем увеличивать такой обмен данными между нашими удаленными площадками и подрядчиками. Что получилось снова у нас в структурах? При работе со структурами тем изделия и любыми другими. У нас появилась массовая замена компонентов. У нас появился механизм, который позволяет нам формировать структуры на базе определенных правил. Давайте я отодвину чуть-чуть микрофон. Вот так лучше будет, четче, Павел? Окей. У нас улучшился механизм в работе Cut Part Alignment добавились необходимые новые правила для работы с большими структурами при их разворачивании и произошли некоторые изменения в области улучшения интерфейса. Массовая замена компонентов. Я думаю, здесь все достаточно понятно. У нас есть большое количество структур, например, автомобиля, и выясняется, что одна из каких-то прокладок или какой-то узел, который входит в большое количество наших автомобилей, какой-то дефектный. Соответственно, нам необходимо провести замену проблемного компонента, например, в 10-20 структурах. И, в общем-то, если мы говорим о ручной замене, непродуктивно, неудобно, риск ошибки, говорится, всегда есть. То сейчас мы можем этот процесс автоматизировать, причем процесс, так скажем, выстроен достаточно умным образом. Если механизм автоматической массовой замены компонент встречается с элементом структуры, который был уже ранее согласован, то будет выпускаться его новая ревизия. Если там ревизии были, например, не согласованы, то все находится в работе, просто меняются. И степень глубины того, как работает механизм массовая замена, он уже непосредственно настраивается вами. Вот небольшой пример. Сразу скажу, я показывал на визиркуе, потому что не все были. Смысл такой, есть несколько структур со спутником, вот здесь вот такая используется антенна, какой-то там датчик, да, это несколько различных структур. Я хочу три структуры. Я хочу сделать замену вот этого антенны, этого датчика, ну, так скажем, быстренько во всех этих трех структурах. Одно другое поменяет. Я вызываю новый функционал массовой замены, говорю, замени мне деталь. Замени эту деталь на и указываю на какую хочу. Тимцентр мне ее находит. И в режиме мастера я перехожу далее. он говорит, вот в таких сборочных структурах, вот в таких структурах, прошу прощения, встречается компонент-заменитель. Встречается такой-то компонент-заменитель. И после того, как эта замена прошла, если я буду визуализировать, отображать эти структуры, то я увижу, что, собственно говоря, антенна, этот датчик, он был заменен. И это будет касаться всех трех групп. То есть, если мы говорим о масштабах предприятия, то этот механизм удобно использовать для оперативного внесения каких-либо изменений. И этот инструментарий удобно использовать совместно с менеджером изменений тем-центра для проведения быстрых и согласованных массовых правок в конструкциях наших изделий. Появились правила, которые позволяют нам контролировать, как мы можем в NX, да, эта замена произойдет также в NX. Вы открываете эту сборку в NX, он говорит, произошли изменения на уровне тем-центра, ну, еще как привычная конструкция. То есть, да, это, конечно, коснется любой кат-системы, не обязательно NX. То есть, этот механизм именно на низком уровне, на уровне структуры, соответственно, кат-система подчиняется. Механизмы по формированию структур с учетом правила. Мы теперь можем сказать, что объекты такого-то, такого-то типа могут сочетаться в рамках структуры. Соответственно, мы, например, можем проконтролировать процесс, когда мы пытаемся механическую какую-то часть, например, там, кабель, вставить в электрическую. В механическую, например, какой-то корпус, да, попытаться вставить в компонент, который относится к электрической составляющей. Соответственно, ну, как бы, нелогично. Позиционирование на то место, где был проблемный компонент с какими-то, да, там, координатами, будет ставлен, то есть матрица позиционирования будет сохранена, мы поменяем по факту сам по себе компонент. Матрица позиционирования будет взята предыдущая от проблемного компонента, то есть, грубо говоря, замена произойдет, компонент у вас станет на том же самом предыдущем месте. Соответственно, если мы пытаемся механическую часть ставить в электрическую, тем, центр нам это запрещает, в свою очередь, электрическую, механическую, мы подобную процедуру выполнить можем. И вот такие правила вы настраиваете на уровне модели данных и таким образом позволяете снизить количество ошибок при неправильном формировании структуры вашими пользователями. Какие улучшения коснулись CAD-part alignment? Теперь при создании непосредственно CAD-овских структур, например, используя NX или какую-либо еще CAD-систему, у нас автоматически с вами будут формироваться необходимые элементы на базе бизнес-объекта PART и наоборот на базе бизнес-объекта дизайн. Соответственно, мы с вами можем настроить, какие свойства мы хотим передавать из одного объекта в другой. И мы можем использовать механизм выполнения проверок, которые будут контролировать, как и в каком случае у нас должны быть созданы либо компоненты, относящиеся к разделу PART, либо компоненты, относящиеся к разделу дизайн. механизм фильтрации позволяет нам с вами автоматически контролировать, какие элементы структуры у нас должны быть с вами развернуты, какие элементы структуры мы должны с вами пропускать. Это удобно, когда структура очень большая, и какие-то элементы, которые в эту структуру входят, например, материалы, нам сейчас, как говорится, не особо интересны. Соответственно, вот использовать этот механизм мы с вами можем элементы определенного типа просто пропустить, скрыть или не разворачивать. При работе с большей структурой это влияет в частности на производительность. Механизм фильтрации построен на базе PLM-XML, и вы можете сами настраивать необходимое вам поведение этого механизма. какие улучшения коснулись еще интерфейса менеджера структуры. Во-первых, у нас появилась возможность с вами фиксировать часть столбцов, как мы это делаем, например, в Excel, для того, чтобы другую оставшуюся половину с правой стороны мы могли с вами перемещать, называется, по горизонтали. Мелочи, удобно. Столбцы, которые мы с вами настраиваем, мы можем сохранять на уровне пользователя, группу и сайта, то есть там ведущий конструктор настроил отображение столбцов, сделал их доступными для всей своей группы или же для всего предприятия в целом. Люди этим пользуются. И улучшился механизм отображения наших заменителей. Раньше, если кто работал с этим центром подробно, помните, появлялся синий фон, но в общем-то не совсем было удобно, не совсем читаем. Сейчас у нас с вами оригинальный компонент и его заменители, они находятся друг по другам, и все это перед глазами все максимально понятно и просто. А столбцы, закладки, которые у нас с вами появлялись на панели данных, там, где те самые модульные классические варианты, где визуализаторы и прочее, и прочее, теперь эти закладки настраиваются. То, что не нужно нашим пользователям, например, там работа с вариативной логикой, мы эту закладку просто скрываем, пользователи не видят, не задают вам лишних вопросов. Работают только с тем, чему надо работать. Улучшился поиск по структурам. Мы теперь можем сделать какой-то там поиск, ну там, найди компоненты, относящиеся к этому отделу в контексте этой структуры, которые были все согласованы. Сделали какой-то хитрый поисковый запрос, затем мы его можем сохранить и сохранить на уровне опять-таки пользователя, группу или сайта, для того, чтобы люди не изобретали велосипед, а использовали уже нами ранее созданную наработку. Окей. Теперь, что касается расчетных данных. Интерфейс улучшился, а у нас улучшился пакетами, работа с так называемыми расчетными пакетами. Сразу отговорюсь, расчетные пакеты это не UNIX, Nostran, не ANSYS, это свое понятие центов и симуляшн. Улучшился механизм по нахождению устаревших данных, улучшилась просто работа в целом с расчетными структурами, улучшились механизмы по сравнению структур одна с другой. Во-первых, теперь интерфейс был полностью переработан для соответствия нотации концентра 9.10, мы можем открывать произвольное количество структур в рамках ким-центра и симуляшн и комбинировать их так, как мы считаем с вами нужным. Улучшилась скорость работы расчетных пакетов при их формировании, при их использовании. Если кратко, что это такое? У нас, как правило, в основном предприятия расчеты определенные типовые, соответственно, мы уже с вами знаем, какие у нас должны использоваться решатели, с какими-то параметрами и прочим. Соответственно, мы уже с вами можем примерно представить, какая должна быть исходная информация получена, какие элементы конструкции. Например, если мы говорим о крашенстве автомобиля, то очевидно, что кузов и прочее. Соответственно, имея несколько формализованный процесс проведения расчетной работы, мы можем сократить количество шагов, которые требуются от наших пользователей. Мы можем на уровне тип-центра настроить называемый карьер пакет или расчетный пакет, который уже будет знать, какие исходные данные необходимо использовать, как должна быть создана, сгенерирована конечная элементная сетка, какой решатель должен быть использован, какие результаты нам необходимо получить. Соответственно, из вот этих пяти шагов мы с вами можем сжать манипуляции нашего расчетчика до двух шагов. Это запуск края пакета, предоставление ему исходных данных, выполнение некоторых манипуляций и получение результата. Удобно, если мы с вами говорим о выполнении каких-либо типовых расчетных задач. Что улучшилось в области выявления устаревших данных? Конструкторская структура большая, расчетная структура большая, соответственно, учитывая специфику работы наших расчетчиков, как правило, они не могут быстро и оперативно реагировать на любые конструкторские изменения процессом формирования конечной элементной сетки, достаточно долг и прочее. Соответственно, расчетчику необходим механизм, который позволит ему сразу показывать своими глазами видеть, какие данные, с которыми сейчас работает, повторяли. Что было добавлено, например, в состав изделия, что из него было излучено. Соответственно, с помощью таких-то световых схем расчетчик видит, что мы удалили из расчетной структуры, что мы в нее добавили. Соответственно, быстро принимает какое-то правильное решение. Детализация и прочее также настраивается. Глубина прохождения по нашим структурам также может быть настроена до нужного порядка. Улучшился поиск между структурами. Если я в TeamCenter открываю расчетную структуру, конструкторскую структуру, то, например, на конструкторской структуре я щелкаю на определенном компоненте, например, на раме, и что приведет к подклику наших, в частности, расчетных структур. То есть, я вижу, что на базе этой рамы у меня со стороны расчетных отделов было получено. Какие конечные элементные сетки, какие-то может быть идеализированные геометрии и прочее, и прочее. И, соответственно, связь в обратную сторону. Я могу выбрать конечную элементную сетку и посмотреть, что же послужило источником информации для нее. То есть, связь, так скажем, в две стороны. Появился механизм, который позволяет нам автоматически выбрать, например, все устаревшие данные. То есть, все устаревшие данные, к примеру, там были помечены красным цветом. Соответственно, я могу в два нажатия мышки сказать, а ну-ка, выбери мне теперь все старые компоненты, которые здесь присутствуют. Не надо мне там зажимать control и бегать по ним. центр сам автоматически эти компоненты выбирает, ну и дальше уже в соответствии с тем, что я хочу выполнить. Я либо обновляю, либо удаляю, в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации. Механизм улучшился также в сторону сравнения структуры друг с другом. Мы теперь сравним не просто структура структура, строчка есть, строчка нет, мы теперь можем также использовать и атрибутику при проведении такого сравнения. Например, мы можем использовать матрицы позиционирования как один из критериев сравнения расчетной структуры и конструкторской структуры. И, соответственно, получать необходимые нам результаты. Да, имя пользователя красиво. Да, это наш коллега. Улучшился движок, позволяющий нам с вами формировать наши расчетные структуры на базе конструкторской. Ну, как пример, у нас был конструкторский состав, состоящий из двух тысяч элементов, всего было в составе 3600 строк и было пять различных типов элементов. В итоге, после применения 17 правил, которые какие-то компоненты включали, три компонента исключали, четыре правила были повторного использования и прочее, мы в итоге получили расчетную структуру уже 718 строк, почувствуйте разницу в 3600 строк и 718 строк. На создание такой расчетной структуры ушло 5 минут 38 секунд, то есть выпить чашку кофе. Это быстро, и это облегчает работу расчетных отделов в целом. Ну, и, на мой взгляд, одно из ключевых пункт, которая появилась в TeamCentry for Simulation, это перенос наборов данных директ-моделей с GT-шной геометрией из конструкторской структуры в расчетную. Дело в том, что мы, когда формируем расчетную структуру, она просто по умолчанию еще пустая. У нее нет ни конечной элементной сетки, ничего, это делает расчетчик, используя свой какой-то пакет. Соответственно, ему необходимо перед глазами иметь, что у нас теперь осталось от конструкторской структуры, то, с чем мы сейчас будем с вами вести расчетную работу. Вот, собственно говоря, этот механизм и реализован в новых версиях в Тим-центре. Мы с вами можем из конструкторской структуры перенести директ-модели с GT в нашу расчетную структуру. Ну, и улучшился механизм запуска стороннего ПО, который используется у нас в расчете. Мы теперь можем с вами через графический интерфейс еще и командовать, с какими ключами, например, должен запуститься ANSYS или какой-то еще, может быть, свой самописанный расчетный продукт. Так, какие теперь улучшения у нас касаются визуализации? Ну, повторюсь еще раз, GT является стандартом ISO, один из самых популярных форматов для обмена трехмерными и не только трехмерными данными в мире, но еще и вдобавок является международным стандартом. Что улучшилось? В редакции BASE, в самой простой редакции BASE, у нас теперь расширился механизм доступных нам измерений и у нас появился механизм, который позволяет нам выбирать, использовать различные фильтры при проведении измерений, фильтр при выборе граней, точек, вершины и прочего. Это то, что не входило в эту бесплатную редакцию. Теперь это есть. Визуализатор поддерживает ссылочные наборы индекса. То есть мы теперь можем в G&T сохранить еще и те ссылочные наборы, которые были созданы нами в индексе. Улучшилась поддержка данной геометрии, которую мы визуализируем. Мы теперь можем проводить различную сортировку для улучшения работы с PMI. И самое такое, что бросающееся в глаза, система визуализации этим центром научилась создавать сборки на манер индекса. Причем мы используем геометрические констрейнты, как в индексе. И вот эти сборки, созданные в визуализаторе, мы с вами можем сохранять как на файловую структуру, так и в TeamCentr, если стоит такая задача. Вот небольшой пример. Разобранная стойка шасси, я чуть-чуть буду перематывать, мы вызываем соответственно панель с констрейнтами, они, конечно, не являются один в один эквивалентами индексовскими, это все-таки делает скидку визуализатора, но так или иначе мы можем сделать какую-то небольшую сборку, которая будет состоять из геометрии, в различных форматах. Визуализатор TeamCentr работает не только с JTO, он может работать со степпом, с iGIS, и прочее, с DxWi, Dvj, Dtp, более 50 форматов файлов, которые доступны на открытии. Соответственно, в ряде случаев это может оказаться полезным. Мы с вами можем из импортированной чужесторонней геометрии создать какую-то небольшую сборку. Зачем с вашего позволения прогоню. То есть, видите, наложил ограничения, у меня еще стойка шасси подтянулась, соответственно. Кинематическая связь сохраняется, и вся эта информация также может быть сохранена как на файловую структуру, так и в TeamCentr. Улучшился механизм отображения пересечений. Если раньше в 9-м TeamCentr это там был как-то, честно говоря, не очень будет внятый контур, то сейчас в десятке есть один, у нас уже объемное представление того, где же у нас там удар, где у нас пересечение. Плюс улучшилось окно по отображению результатов этих пересечений. Оно стало действительно дружественное, оно стало более красивое, более удобное, более настраиваемое. Но и вот новый механизм загрузки очень больших данных по визуализации. это на уровне кораблей, автомобилей, самолетов. Механизм, который позволяет на достаточно слабеньких рабочих станциях загрузить большие составы за очень короткий период времени. Вот небольшой например, с левой стороны у нас будет происходить загрузка без использования нового механизма. С правой стороны мы будем загружать наши данные визуализации с использованием механизма отображения больших сборок больших объемов. И это будет топ-инцинь с одной стороны и с другой. и сейчас мы начнем просто как только старт. Смотрите на часы, что называется сверху. Мы загружаем структуру с данными визуализации без использования режима загрузки больших сборок и с использованием режима загрузки больших сборок. И процесс пошел. Знакомая вам картинка, если что-то очень большой визуализатор, как любое видовое приложение, может немножечко задуматься. Opel, который грузится в режиме загрузки больших объемов, больших массивов, видите, собственно говоря, пошел. Я немножко попролистываю. Я уже работаю с этим автомобилем. Я использую HDPLM для получения какой-то аналитической информации. И только лишь через 4 минуты у нас происходит подгрузка Opel, визуализации без использования отображения больших массивов. Это сокращает наше время при работе с большими подробными пакетами изделий, что называется до последнего болта, до последнего вида. Настройки системы визуализации теперь у нас могут сохраняться в TeamCentra. Урайт завершилась, мы теперь, соответственно, можем управлять поведением системы визуализации TeamCentra через единый пул настройки TeamCentra. Прошу прощения за татологию. Ну и в завершении новая технология, которая появилась в TeamCentra 10.1, которая нацелена на работу с изделиями очень большого объема, очень большого масштаба. Это 4GD, 4Generative Design. Технология, которая немножечко переворачивает представление о составе изделия. Технология, которая нацелена на работу с изделиями новых уровней авианосца, массажирского лоталайзера, содержащего миллион в себе компонентов. Технология, которая переворачивает представление о изделии в сторону отхода от классической структуры, в сторону появления новых таких понятий, как разделы, которые осуществляют логическое членение, логическое дробление нашего проектированного с вами изделия, при этом максимально предоставляя ему автономную жизнь, но максимально также предоставляя ему полноту информации о том изделии, в составе которого этот компонент фигурирует, выходя через тот или иной раздел. То есть, если мы говорим о классической структуре, то это такая жестко детерминированная конструкция, все жестко описано. Если мы говорим о технологии 4GT, то, соответственно, у нас с вами разбиение нашего изделия, оно идет уже не на уровне не структурированном виде, а на логическом представлении, на логическом уровне, мы можем сказать, что мы хотим сейчас видеть автомобиль только с рамой, с колесами, с трансмиссией. И вот в контексте рамы, колеса и трансмиссии наш конструктор может вести дальнейшую работу. Соответственно, если спускаться чуть ниже, то в классической структуре, с которой мы все работаем, структура знает о компонентах все, где они стоят, в каком количестве, в каком положении. То по новой технологии компоненты знают о структуре, как они должны стоять в том или ином контексте, в каком количестве, в каком положении. Соответственно, у нас облегчается работа с большой сборкой, потому что нам легче пересчитывать матрицу позиционирования. У нас появляется больше гибкости при работе, у нас появляется больше гибкости при одновременной, при параллельной работе. Соответственно, мы можем с вами максимально гибко осуществлять выборку той информации, которая необходима в текущее время, в текущем контексте нашего с вами изделия. Сказать только то, что нам с вами требуется. Соответственно, мы с вами используем новые понятия, которые появились в 4GD, позволяющие нам с вами автоматически в динамическом режиме подгружать только те компоненты, которые нам необходимы в текущий момент времени и вести работу только на уровне этих компонентов. Соответственно, у нас появляются так называемые рецепты, которые фактически правила, которые описывают нам. А как в текущий контекст, а какие элементы геометрии должны попасть, какие узлы. И с тем, собственно говоря, что этот рецепт у меня отберет из центровской базы, с тем я и буду работать. Если говорить о кадовской стороне, в чем основное преимущество? Из-за того, что у нас не голова сборки знает о компонентах, а компоненты знают о голове сборки, все, то у нас нет лишних блокировок головы сборки. Соответственно, мы можем параллельно одновременно вести работу над каким-то большим узлом, добавлять компоненты, и прочее, перепозиционировать их. Соответственно, когда мы организовываем наш какой-то узел, что-то представляем и прочее, у нас также не происходит блокировка на уровне сборки. У нас блокируются только те компоненты, с которыми мы сейчас в конкретный момент времени работаем. То есть, если я работаю с системой выхлопа, то только эта система у меня блокируется, но не блокируется целая силовая установка, куда эти компоненты входят. Соответственно, я одновременно в том же NX могу работать с несколькими представлениями какой-либо системы, например, с несколькими ее вариантами конфигурирования и обмениваться данными между одной компонентом и другой компонентом. Ну и вот тоже небольшой пример, что я подразумеваю по словам работать с несколькими компонентами одновременно. Сейчас у нас делается что? Мы используем с вами различные динамические контексты, которые позволяют нам отобрать только то, чем нам сейчас необходимо вести работу. этого будет рулевая колонка. Я задаю соответственно применяемость, настраивают набор и все, у меня рулевая колонка есть. Соответственно, я могу несколько таких рулевых колонок открыть по моим потребностям и вести одновременную работу с ними. при этом сами родительские узлы этой сборки они будут заблокированы. Будут заблокированы только те компоненты, с которыми эта работа ведется в рамках этих наборов. И здесь непосредственно я с вами уже веду какое-то редактирование того или нового узла, например, подгоняя одно под другое какого-то единообразия. все те же две рулевые колонки. И то, о чем я говорил, мы можем с вами вести работу на уровне какого-то мелкого узла, но в контексте танкера. Ну и дорогие друзья, на этом мой краткий вебинар на тему «Что нового» в «Экцентре 10.1» будет закончен. И если есть какие-то ваши вопросы, я с радостью их послушаю и постараюсь на них все ответить. В любом случае, вы можете мне писать на мою электронную почту и я стараюсь в разумный период времени дать какие-то ответы. Еще, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Спасибо.